Приветствую всех, любители смартфонов и гаджета. Говорим мы сегодня о самом бюджетном смартфоне от компании Samsung. Модель называется A01. И я взял вот в таком красивом, интересном цвете, который называется Granat, то есть красный цвет. И по характеристикам можно найти, наверное, смартфоны в этой ценовой категории чуть подешевле от других производителей, скажем, от Xiaomi, от Nokia 2.3, который у нас был недавно на обзоре. Но дело в том, что я думал, что, возможно, будет какая-то переплата здесь, но оболочка у Samsung, она хорошо работает на смартфоне. У меня были какие-то опасения, что оболочка у One UI будет тяжелая, и этот смартфон, возможно, его не потянет. Но суть в том, что он работает вполне хорошо, если учитывать, в каком сегменте находится смартфон. Ну и ощущение этого смартфона намного прям приятнее, чем у конкурентов. И смартфон выглядит даже в руках намного дороже, чем он есть на самом деле. То есть многие друзья даже... Ну потому что, опять-таки, это Samsung. Samsung это вообще более премиальный бренд. Давайте посмотрим на его коробку, комплектацию, что было в комплекте, посмотрим. Ну и поговорим немножко подробнее уже о смартфоне. Давайте пока смартфон оставим в сторону и посмотрим на коробку и комплектацию. Коробка очень простенькая. Единственное, что мне нравится, то, что здесь вот такой прикольный глянцевый оттенок сделан на самом смартфоне. У нас базовая модель на 16 ГБ, цвет у нас называется Granat. Это RST-шный смартфон, покупался он в России. Естественно, что в Samsung проще покупать в России, потому что в Китае они стоят дороже или столько же. Вот в этой вот пленке был сам смартфон. Здесь мы уже видим основные показатели. У нас кабель microUSB, такой простенький кабель и базовый такой адаптер. Естественно, что быстрой зарядки в этом смартфоне нет. Давайте теперь мы откроем SIM-лоток. Здесь у нас карта должна быть 2 плюс 1, то есть 2 SIM-карты и карта памяти. Открываем и видим, что вот у нас полноценный SIM-лоток, 2 nano SIM-карты и карта памяти. Мне что очень нравится, то что этот лоток они покрасили в такой же красный цвет, то есть в цвет корпуса. Это очень прикольно, такое вот внимание мелочам от компании Samsung. Теперь немножко давайте посравниваем его с другими моделями, которые у меня есть в базовой ценовой категории. Это у нас Meizu M6T. У него есть сканер печатков пальцев. Но несмотря на это, у него здесь установлен старенький процессор на 28-нанометровом техпроцессе. Здесь же у нас процессор на 12 нанометров. Это от компании Qualcomm, 439-й процессор, который установлен во множестве Android-смартфонов, в том числе и Redmi 8. И если мы сравним его с Xiaomi, в принципе 6 был в свое время очень популярным смартфоном. Здесь установлен Android 8, то есть Android 8 и Mi 10. Эти смартфоны стоили примерно в свое время одинаковых денег. Единственное, что Meizu работает на 7-м Android-е. И оболочкой Meizu абсолютно невозможно пользоваться, потому что элементарных вещей здесь нет. Установлены здесь Poco Launcher. В принципе, то же самое я буду делать на всех своих Meizu, потому что программная часть у этих смартфонов слабенькая. Многие для работы в такси используют недорогие смартфоны. И Samsung Galaxy A01 будет очень хорошо работать с программой Яндекс.Такси, потому что у него хорошая связь со спутниками из-за процессора Snapdragon 439. Для сравнения, Meizu M6T очень часто терял спутниковую связь при работе в приложении Яндекс.Такси. Redmi 8A, следующее поколение этого смартфона, очень похоже на Samsung. Единственное, что в Redmi будет больше встроенной памяти, там будет 32 ГБ, будет батарейка на 5000 мАч, здесь у нас 3000 мАч. И будет разъем Type-C, у нас здесь microUSB. Это все отличия от Redmi 8A, но в связи с тем, что у Samsung установлены две камеры вместо одной камеры. И по дизайну Samsung, на мой взгляд, он ничем не хуже, а возможно где-то и лучше, особенно в таком красном цвете, он будет просто потрясающе. Люди, которым я показывал, всем он понравился, абсолютно все сказали, что это очень классный, интересный смартфон. И что я люблю в компании Samsung, его оболочка. Во-первых, здесь уже установлен 10-й Android и One UI 2.0. Это очень классная оболочка, так, это я иногда зашел. Это очень классная оболочка, потому что здесь уже есть классное жестовое управление. И что я делаю изначально, когда покупаю любой смартфон? Вот у меня здесь в руках Meizu X8. В X8, когда мы включаем, у нас установлена здесь какая-то ужасная, дурацкая клавиатура. И я первым делом, что делаю на всех смартфонах, устанавливаю клавиатуру от Google или клавиатуру от Яндекс. И устанавливаю вот такой вот интернет от Samsung. Здесь же уже все установлено. Здесь клавиатура Samsung мне нравится. То есть она очень хорошая и можно вполне им пользоваться, не нужно заменять на другую клавиатуру. И опять-таки момент, что вот эта клавиатура, видите, она здесь вот оставляет какое-то место. Потому что, когда мы используем жестовое управление, часто вот это вот за нажатие на пробел может считываться как вот жест. В iPhone точно такая же клавиатура, поэтому клавиатура на самом деле очень хорошего качества здесь. Она сделана классно. Еще то, что у Samsung очень мало встроенных программ. То есть здесь буквально был Zen и Яндекс. Здесь сервис от Mail. Еще у нас была фишка от Microsoft. На этом все программы заканчиваются. То есть очень мало встроенных лишних программ. Но опять-таки это сделано больше из-за памяти. Даже, например, встроенные программки Samsung S, которые бывают на всех Samsung, здесь не было. Но я ее скачал, она здесь очень хорошо встала и работает. В этом смартфоне есть радио. Нужно подключить сюда наушники и будет работать радио без интернета. Я считаю, что это очень классная фишка. Жаль, что сейчас в современных смартфонах нет радио. Samsung еще и покупать, потому что Samsung очень живучие, крепкие смартфоны. Именно в этом сегменте это очень важный параметр. Потому что если мы покупаем смартфон для работы, то многие китайцы будут более хрупкими, чем Samsung. И починить такой смартфон будет намного проще, потому что они более распространены в России. И то, что конкуренты дают больше технических характеристик, а Samsung чуть-чуть меньше. Но из-за того, что у Samsung есть очень классные фирменные фишки, например, детский режим, когда мы включили этот режим, даем ребенку телефон, ребенок играет те приложения, которые мы ему разрешаем. Смотрит только то, что ему можно и выйти отсюда без пароля не может. Таким образом, Samsung дает нам очень много классных сервисов, того, чего нет у других конкурентов. Из-за того, что здесь у нас гигабайт памяти, я установил все базовые программы, то есть там социальные сети, несколько игрушек. Кстати, на этом смартфоне вполне можно играть. И давайте мы сейчас посмотрим на память. Память у нас получается доступно 10, из них занято, конечно, уже, ну, занято системой и там остальное. И сейчас у нас доступно 5.4 гигабайта. Это, конечно, маловато, но в связи с тем, что карту памяти можно всегда поставить на этот смартфон. Теперь немножко о дисплее. Дисплей очень хороший. Я понимаю, что здесь разрешение HD, это 5.7 димов дисплей, но это очень яркий дисплей. Я не знаю, просто настолько он яркий, то что вот, ну, я не ожидал такого смартфона, настолько яркого дисплея. Давайте сравним его с моим Meizu, который у меня под рукой. И вот я не знаю, где будет ярче, бюджетный, сам самым бюджетный Samsung или Meizu. Ну, в общем, дисплей очень хорошего качества. И вот то, что пиксель, давайте мы присмотримся вот так вот к пикселям. Я здесь не замечаю каких-то особых пикселей, потому что в обычной жизни им очень комфортно пользоваться. У смартфона неплохая камера. Их здесь две. 13-мегапиксельная камера и 2-мегапиксельный. Я и называю его маркетинговым модулем, потому что эта камера, она больше, наверное, для маркетинга от нее толку не особо будет. Но суть в том, что фотографии получаются неплохого качества в дневное время. В этом смартфоне есть, конечно же, поддержка видеозаписи. И некоторые фишки, которые доступны на более дорогих смартфонах, здесь есть. Скажем, запись в формате Fulkan. На весь дисплей записывается видеозапись. Я не рекомендую его использовать, но такие фишки, в принципе, здесь есть. Ну, вот, видите, на весь дисплей записывается. Теперь, если посмотрим мы на фотографии, то здесь есть фотография живой фокус. То есть, какой-то мы объект сняли. И потом, в дальнейшем, уже будет размывать задний фон. Какие-то настройки Pro очень минимальные. Ну, и панорамная съемка, которая может заменить вам в широкоугольную камеру, сверхширокоугольную камеру, которой в этом смартфоне нет. Ну, и по фотографиям я, в принципе, остался доволен. Камера неплохого качества. Но, опять-таки, чудес от нее ждать не стоит в ночное время. Будут фотографии очень слабенькие. Передняя камера на 5 мегапикселей. Давайте посмотрим на примеры видео с передней и с основной камерой. Пример записи на переднюю камеру Samsung A01. И тут всего один микрофон, который расположен снизу. И нужно умудриться, чтобы не закрыть его рукой, потому что второго микрофона у смартфона нет. Записывается видео в формате Full HD 30 кадров в секунду. В принципе, я считаю, что для такого сегмента это хорошее разрешение. Поэтому будем смотреть на стабилизацию, как от смартфона отработала видеозапись. Пример записи в формате Full HD 30 кадров в секунду. Давайте проверим автофокус. Убрали. Ничего, работает. В принципе, конечно, у нас хорошие условия съемки. Сейчас здесь светло. Но, в принципе, смартфон-то тоже бюджетный. Поэтому фотокамера, я считаю, что для этого смартфона, в принципе, неплохая. И на этом смартфоне происходит прикольное размытие заднего фона. То есть, задний фон как будто бы киношным образом размывается. От столь недорогого телефона я такого не ожидал. Еще такой момент, что когда мы используем темы, вот скажем, мы зашли в настройки и заходим мы в темы. Хотим поменять мы тему. У Samsung очень много разных тем, очень много бесплатных интересных тем. В фирменных обоях, которые я устанавливаю на разные Samsung. Мы заходим в раздел бесплатный. Очень много здесь тем, обоев, которые мы можем использовать. Но что самое интересное, когда мы закачиваем любую тему, то все смартфоны, вот Huawei, Xiaomi, очень назойливо предлагают свои аккаунты. То есть, пока ты не зарегистрируешься в их аккаунте, невозможно скачать. Здесь же Samsung очень лояльный. Они просто предложили использовать мой Google аккаунт. И я смог установить все темы, которые доступны в приложении темы. Конечно, у Samsung очень много разных сервисов. Это Galaxy Store, аналог, Play Market. Но я ее особо ими не пользуюсь. Но единственное, чем я буду реально пользоваться, это я буду пользоваться радио, буду пользоваться интернетом, буду пользоваться заметками, которые, в принципе, неплохие в этом смартфоне. Называются они Samsung Notes. Ну и фирменная программа. Очень мне нравится Samsung Health по отслеживанию шагов, количество выпитой жидкости. В общем, это очень интересная программа, которая есть на Samsung. Оболочка очень прикольная тем, что здесь классные жесты. Еще то, что здесь у смартфона нет отпечатков пальцев, то есть, который расположен обычно вот здесь. Но они заменили его тем, что здесь есть аналог Face ID, называется Face Unlocked. В общем, когда на заблокированном дисплее мы просто смотрим на смартфон, он разблокирует нас. Вот я давайте посмотрим на смартфон. Вот сейчас он не увидел, а теперь он уже меня увидел. И вот так с файпом можно разблокировать смартфон. То есть, отпечатка пальцев нет, но защиту здесь можно поставить. Здесь есть темная тема, но я думаю, что толку от нее особо нет, потому что все-таки это не AMOLED дисплей. Но опять-таки, кому это нравится, может, в принципе, поставить темный дисплей. Вот у нас мы заходим вот сюда в дисплей, и можно включить режим затемнения. И все оформление смартфона становится темным. Вы увидели, что смартфон немножко подзатормозил. Это опять-таки из-за того, что здесь не самый мощный процессор. Опять-таки, очень много фирменных фишек по энергосбережению смартфона. В общем, в смартфоне есть все для обычной жизни. И дело в том, что я понимаю, что Xiaomi Redmi 8A при многом рынке этого смартфона будет немножко оснащаться технически больше. Там больше батарейки, больше встроенной памяти и разъем Type-C. Но суть в том, что такой смартфон будет проще продать на вторичном рынке. То есть, мы меньше потеряем в цене. И по цене они примерно одинаковые. Что Xiaomi 8A, что Samsung A01. И предыдущее поколение этого смартфона Samsung A10 стоил немножко дороже. И продавался он огромным тиражом. Это был второй продаваемый смартфон в мире. И этот смартфон ждет такой же успех. Честно говоря, я думал, что он будет не такой прям классный. Я думал, что по сухим характеристикам он выглядит не так хорошо. Хотя у него хороший процессор в этом смартфоне. Но используя программную часть, программную оболочку этого смартфона, используя эти жесты, я понял, что на самом деле это очень важно. И Samsung дает нам реально классную оболочку в столь бюджетном сегменте. Смартфон стоит 8000 рублей в официальной рознице. Но по каким-то акциям его можно купить меньше 7000 рублей. И за такие деньги я считаю, что это будет намного лучше, чем купить какой-нибудь смартфон от компании Prestige, Fly и другие компании. Потому что все-таки Samsung это один из лидеров рынка. И это лидер Android смартфонов. Когда мы используем Samsung A01, мы закрываем глаза на его минус. То, что здесь 16 гб встроенной памяти и старенький разъем microUSB. Потому что смартфон тактильно дает нам очень хорошее ощущение от использования этого смартфона. Ну и конечно, очень хороший прекрасный дизайн. Как он классно ложится в руку. Им вполне можно пользоваться одной рукой. То есть смартфон по эргономической части выполнен очень хорошо. Пусть даже технически есть конкуренты за эту цену и получше. Друзья, смартфон оставил у меня самое приятное ощущение. Я думаю, что смартфон оправдывает свою цену. Напишите ваше мнение об этом смартфоне. Возможно, вы являетесь владельцем этого смартфона. Напишите, какие минусы вы обнаружили в этом смартфоне. Спасибо, что смотрели нас. До новых встреч.